Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйха. Давайте мы встанем перед Господом и благословим дающего Тору. Бархуэта Дуная, Маврах, Барухата Дуная, Эллоэйну, Мелеха Аллах, Машер Бахарбану, Миколю, Анива, Тлану и Торато, Барухата Дуная, Нотейна Тора. Благословен Ты, Господь Бог, Царь Вселенной, избравший нас из среды всех народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Ты, Бог, дающий Тору. Благословен Ты, Ишуа, Машиях, и мы славим Твое имя, Господин Субботы. Амин. Давайте мы присядем. Недельный раздел называется «Шофтим». Это 48-й раздел Торы, 5-й раздел книги «Второзаконие» или «Дворим». Имя свое получил по первому слову текста, содержит стихи с 16-го главы 18-й стих по 21-ю главу 9-й стих. Итак, краткое содержание раздела. Тут говорится о судьях, о суде. Здесь говорится об определенных национальных институтах власти, законы уголовного кодекса, города-убежища, что делать, если произошло убийство, свидетельства злому умышленники, законы ведения войны, невыясненное убийство. То есть очень много, скажем, такой специфической информации, чтобы мы сегодня назвали уголовный кодекс. Но смотрите, я хотел бы, чтобы мы рассмотрели такое положение. Итак, «Второзаконие» 16-го глава 18-й и 20-й стих. «Во всех жилищах твоих, которые Господь Бог твой даст тебе, поставь себе судей и надзирателей по коленам твоим, чтобы они судили народ судом праведным. Не извращай закона, не смотри на лица, не бери даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых». Интересное слово «превращают» в других перевод «извращают» или «меняют местами» дело правых. «Правды, правды ищи, дабы жил-был ты и овладел землей, которую Господь Бог твой дает тебе». И мы видим, что Бог говорит, что есть определенные люди, которых нужно поставить, и называет их как судьи. И в конце мне очень нравится «правды ищи правды». Что такое правда? Где основной критерий правды? На каком основании наша правда будет соответствовать тому, что мы называем правдой? Да, ведь это не просто риторика, потому что существует такое мнение, что у каждого своя правда. У меня своя правда, у тебя своя правда, и все мы правы. Но это не является истиной. Почему? Потому что у каждого есть собственное мнение, что такое правда. Но каждое общество, социум, они должны быть руководимы определенными законами, чем-то руководимы. То есть то, что подчеркивает или поддерживает, или укрепляет, социум содержит какие-то правила. Итак, мы смотрим, что это регулирует определенную внешнюю и внутреннюю жизнь. И в случае с Израилем основа для понимания слова «правда» является Тора. То есть это Божье слово. Сам Бог является тем, кто регулирует и направляет общество. Он говорит нам, что такое хорошо. Помните, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И в Писании, и в Торе Господь говорит, вот это хорошо, а вот это плохо. Вот так делать нельзя. То есть это критерий слова «правда», то есть это критерий нашего решения, наших определенных действий. Смотрите, интересно, смотрим дальше, что Он является высшей инстанцией. То есть не люди, но Бог является высшей инстанцией. Он не отделяет особенное колено, как со случаем с Левием, чтобы они были священниками. Он что делает? Он говорит, что отделите себе судей, надсмотрщиков. Ну, в нашем греческом, наверное, языке это будет епископ. Отделите определенных людей, которые будут заниматься тем, что они будут регулировать вот эти внутренние положения на основании Божьего слова. И мы смотрим, что каждый еврей, который был в своем колене, он мог стать таким судьей. Но были определенные условия, то есть определенные черты характера. То есть у него должно было быть свидетельство в жизни, что он соответствует вот этим Божьим требованиям и стандартам. И мы можем дальше или даже в этом месте разобрать, и мы смотрим, какие у него были черты. Он должен был обладать определенным критическим мышлением при разборе дел. Он должен был быть честным, непредзятым, объективным, несребролюбивым. То есть это хороший положительный человек, которому не страшно прийти, что ты понимаешь, что ты скажешь ему свое дело. И интересный момент. Бог и здесь, кроме этого, он сделал такой механизм защиты. Знаете, он поставил такую определенную защиту, чтобы если эти люди где-то, может, ну, знаете, бывают разные ситуации. И он говорит так, второзаконие 17 глава 6 стих. По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть. Не должно предавать смерти по словам одного свидетеля. То есть был определенный механизм, который защищал тех людей, кто, ну, попадал в определенные ситуации. Судья принимает решение, он выносит приговор, да. Но, смотрите, он выносит приговор и вынимает решение не на основании своих каких-то личных, да. Потому что мы говорили, у каждого своя правда. Но на самом деле есть Божье Слово, которое говорит, что и как должно произойти. И там дальше мы увидим, что если судья что-то не понимал, он должен был идти к священнику. И священники должны были, он говорил, вот не понимая, помогите. И священники помогали ему, понимаете, да. И вот мы смотрим дальше. Второзаконие, ну, это уже немножко дальше, 19 глава 15 стих. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении. И в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Почему важно иметь несколько свидетелей? Почему? Потому что картина, которую мы видим, иногда она может не соответствовать. Мы что-то видим, да, вот мы все смотрим на одно и то же. Ну, например, мы выходим за стены города и видим, римские солдаты прибивают к кресту человека. И мы знаем, что по закону Римской империи прибивали к кресту кого? Разбойников, убийц, тех, кто ишел против государства, правильно? Но, извините, Иисуса нашего Господа Ишуа тоже предали такой смерти. Понимаете? И мы не знаем, кто это. Мы первый раз это видим, что там происходит. Или мы выходим за стены города и видим, как побивает камнями мужчину. И мы знаем из этой главы, что побивали камнями кого? Богохульников, тех, кто был, людей, ну, понимаете, кто отца, мать бил, непослушных, родителям. То есть определенные были условия, чтобы побить камнями. И мы вот выйдем, оба побивают камнями. И что наш суд? О, бандит, убийца. И уходим и рассказываем. Видели мы человека, как его побили камнями. А на самом деле это апостол Павел. Понимаете? То есть, чтобы делать выражение суда, чтобы судить кого-то, нужно не просто одного. Нужно понимать, что происходит. Расскажу небольшую историю. Еще время есть, кратенько. В прошлое воскресенье мы с моей семьей отправились на море. С тремя детьми. Еще сестра с нами была с общины. И вот мы приходим на лонжерон. Все хорошо. Мы хотим отдыхать. И вот смотрим, знаете, как на лонжероне сейчас. Все заставлено. И смотрим место. Мы на это место. У нас трое детей. И компания. И мы останавливаемся. И, в общем, что происходит не очень. Я не буду сейчас в подробности. Но происходит неприятное событие. Мы делаем замечания. Потому что, извините, молодые люди, нельзя ругаться матом. Грязно в присутствии трех детей. Они пьяные. И у них срывает крыша. Понимаете, да? Я поступаю, как должен поступить каждый мужчина, сидящий в зале. Я должен защитить свою семью. Но кто-то снял кусочек, фрагмент на видео. Кусочек. Причем не все, а вот так кусочек. И выставил. И со стороны можно посмотреть и сказать. Вау! Что это такое? А мы говорили, что мы верующие. Мы говорили, что Бог любит вас. Давайте вы будете. Но этот фрагмент получился так, что со стороны кажется, что происходят странные вещи. И знаете, я вот как раз это происходит, и мне вот эта недельная голова. Понимаете, да? И что я могу сказать? Оправдываться. Я знаю, что я оправдан Богом. Я знаю, что передо мной нет греха. Но самое интересное было читать комментарии. И я читал много интересных разных гадостей. И вдруг я встретил трех или четырех человек, которые были свидетелями этого события. Они писали, нет, 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 такого не было. Мы были там, мы видели. Так не было. Вот так, вот так, вот так. Но интересно, что их никто не слушал. И каждый делал свой выход, выбор. Почему я это говорю? Смотрите. Я это говорю, потому что очень важно в этой главе, что в Тим, Бог ставит судей. И Он говорит, каждый человек мог быть судьей. И сегодня существует мнение в нашем христианстве, ну, верующих, в мессианском мире, евреи, христиане, говорят, мы верующие, нам судить нельзя. Правильно? Не суди, да не судим будешь. Каким судом судишь, таким судим будешь. Но, к сожалению, я читаю 1 Коринфянам 6 главу 2 стиха и читаю так. Разве вы не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будут судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Тем более дела житейские. А вы, когда имеете житейские тяжбы, поставляете своими судьями ничего не знающих в церкви. К стыду вашему говорю, неужели нет между вами ни одного разумного, который бы мог рассудить между братьями своими? И Писание говорит, что мы все дети Божьи, что мы все служители Нового Завета. И мы все призваны. И слово, интересный момент, я разбирал это слово, и в Луке 6 глава 37 стих, где не судите, да, и не судимы будете, там есть перевод, ну, как бы буквальный перевод, можно сказать, не обвиняйте, и вас не обвинят. Не делайте приговор. Если вы что-то увидели, не делайте приговор. И поэтому Бог ставит вот эту защиту двух, трех свидетелей. Потому что мы не знаем, что происходило. Потому что мы не ведаем. Иногда мы смотрим на жизнь человека и говорим, ого, вот это парень попал, вот это ты наделал. А мы не знаем, что было. Вместо того, чтобы выяснить, да, если ты видишь брата согрешающего, не к смерти, что сделай? Осуди его или пойди к нему, молись за него. Молись за него, чтобы Бог открыл тебе, что происходит. И поэтому Бог говорит, я милости хочу, а не суда. Потому что наша первая реакция что? Забить камнями его. Извините, ну, я такой, как и вы. Я так же самое порой поступаю импульсивно, не зная человека, не зная его проблем. Говорю, забить камнями, нормально, все. Извините, я уже вашу манеру взял. Послушайте. Писание говорит нам, правды ищите. Ищите правды. А правда наша основана на чем? На Писании. И в Писании Бог говорит нам, что мы должны быть кеми? Людьми, имеющие милость. Потому что если мы посмотрим на Тору, мы посмотрим на исход Израиля из Египта, то сто раз уже Бог говорил, я готов уничтожить Израиль. И Моисей говорит, подожди, Господь, не делай так. Не делай так, милости. Потому что другие народы что скажут? И вот сегодня я понимаю, что приходит время нам, мы должны научиться не осуждать, а рассуждать. Не осуждать, прощать, учиться. Мы должны понимать, что мы живем в мире, в жизни, где есть разные ситуации. И многое мы не знаем. Но очень часто мы делаем выводы, очень часто мы принимаем какие-то решения на основании, ну скажем, показания одного свидетельства, меня любимого. А если еще человек против меня что-то имеет, или он со мной не согласен, капец. Извините за такое слово. Но другого слова я не вижу. Поэтому очень легко, очень легко находить такие моменты, чтобы увидеть в брате бревно, не замечая лесопобал в своем глазе. И поэтому Бог говорит, поставь судей. Поставь тех, кто будет разбирать дела. Поставь тех, кого я, кто будет смотреть на меня, кто будет через... Потому что там так же самое говорится о судьях неправедных. Там говорится о уже свидетелях. И такое будет. Но наша задача, наша задача, как верующих Нового Завета, Брит Хадаша, взирать на совершителя, на нашего Господа Ишуа, на нашего Машиеха, который посмотрел на толпу, посмотрел на женщину и говорит, кто без греха, бросьте у нее камень. А потом посмотрел и говорит, женщина, где твои обвинители? Я думаю, что те, кто услышал это, они изучали Тору, и они поняли, что имел в виду Господь. Поэтому пусть Господь благословит нас быть делателями Нового Завета, исполнителями Его Завета, быть теми, кто несет мир. И шаббат шалом. Давайте еще расскажем. Шаббат шалом. Спасибо, Валентин, спасибо, дорогая община, спасибо всем вам, те, кто участвовал. Субтитры создавал DimaTorzok